друзья всем привет вот наши подростки в этой партии мы потеряли более 40 штук как мы умудрились мы расскажем в этом ролике только мы наладили инкубации более-менее у нас получается не оплода значит и у нас новая неудача это мы загубили часть цыплят своих марганцовкой в общем по новой схеме я решил попробовать в общем значит такую схему как после первых суток дать слабый раствор марганцовки но видимо раствор был недостаточно слабым и короче говоря мы загубили часть цыплят вот по всей видимости у них проблемы с жкт из-за наших экспериментов я приношу извинения тем людям которые купили у нас этих цыплят мы вернем деньги за павших особей сейчас мы их обзвоним этих людей и как бы решим этот вопрос ну в общем короче говоря вот очередной у нас нехороший опыт для нас наука и так далее и тому подобное вот если вы видите вот этот еще дышит это короче ужасно просто просто ужасно вскрытие я делала цыплят соответственно этих и не всех нет конечно нескольких в общем получается что у них ожог пищевода и желудка насколько я могу это понимать и оценить у них красные следы поверхность желудка неоднородная при входе пищевода желудок железистого желудка желудок получается там непонятный красный разводы в общем короче я сильно расстроена прям даже я не знаю как говорить дальше у нас такого не было но сам падеж два дня назад у нас прекратился потеряли мы больше 40 штук но около 40 примерно в общем итоге наши клиенты пострадали минимальным образом их птица слава богу не успела не успели над ней поработать также как над своей а вот по этой причине в общем там 2 и 3 птенца у двух разных клиентов наших погибли и конечно же мы стараемся компенсировать и и эти потери в том числе вот такие у нас малыша реки сейчас уже бегают в общем-то большая нам будет наука ну и вам расскажем чтобы тоже вы знали что такое можно сотворить птицей всем привет сегодня вот этой партии 40 дней и вот к вопросу у меня спрашивают про плотность посадки значит смотрите я их рассадил вот в те клетки уже пора им стало тесно вот сюда в две клеточки я вот рассадил сейчас насыплю корм и оставил я на каждом ярусе по 21 штуки то есть вот такая плотность у меня 40 дней по 21 штучки оставляем в таком такой концентрации до забоя осталось старался я отсаживать крупных особей вот сюда и они у нас должны переехать в холодильник первыми сегодня у нас 40 дней значит где-то через пару дней я начну сюда подмешивать зерна смесь и там два-три дня перейдем на зерно вот так сегодня с нижнего яруса я вытащил одного жмурик а скрыл я вам покажу скрыть и показала что водянки нет органы все в приличном состоянии сердце без мешка то есть причина осталось неизвестно нет стоп посмотрите вот такая гематома вот это уже не следы от свернувшейся крови а как будто бы произошел разрыв сердца смотрите прямом или переносном смысле этого слова такое впечатление что здесь вот лопнул сосуд и кровь в большом объеме вытекла и запеклась то есть это не то что вот при разрезании мы видим небольшие вкрапления свернувшейся крови это нормальное как бы явление при падеже кровь сворачивается в сосудах в том числе а здесь смотрите какой большой такой нарост на сердце не свернувшейся спекшейся крови интересно ну то есть опять таки я говорю что водянки признаков водянки нет органы все в порядке за исключением вот такого сердца посмотрите к смотри можешь прокомментировать как ты считаешь что это нет ну ты видишь смотри вот я выдавил прямо и вот оно сердце нормально и вот здесь такой же еще вот сбоку шарик с этой стороны сердце дряблое да нет нормальный все пороги сердца которые я видела имеют белую непрозрачную сердечную сумку как будто такие жилистые но от легкой ну вот тебе и причина смерти совершенно темная кровавая легкая не розового что мы это прямо совершенно но темновато для легкого это темный цвет саш ну вот там посмотри второе возможно что 2 светлее в этой вот но все увидишь тоже темная очень скользкая зараза нет это очень темно для легких ну значит легочная недостаточность с элементами сердечного разрыва и все остальное нормально желчные хорошие все нормально еще бы я разрезала желудок пополам я нож далеко видимо нет если ты разрезал или ты руками вершину обычно я руками зубами неудобно телефон покажи желудок снаружи не очень мне симпатичен надо было где нож нет нормально комбикормовый желудок не желудок нормально а вот теперь чуть понимательнее посмотрим сердце вот это видите шарик который насквозь испещерен так скажем сосудами какими-то видите это не кровавый шарик он твердый это не вот этот сгусток крови который в общем запеченная кровь а шарик прямо конкретный твердый шарик я такого еще не видела в сердце пока надеемся это видео было полезно для вас здоровье ваши птицы подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте всем пока